Всем добрый вечер! Всем привет-привет! На канале Пиратская Жизнь. С вами Нина и Вова, как всегда. А у нас сегодня вкусный ужин. Ну как же? Всегда у нас вкусный ужин. Нам всегда вкусно. Вам не знаю. У нас сегодня, смотрите, салат. У нас сегодня такая джика. У нас сегодня такой хлебушек вкусненький. Вот такие булочки бездрожжевые, прошу заметить. Мы на диете. Ну, своя диета, вы не понимаете. Так, также, смотрите, у нас картошечка Айдахо, люляшечка такая куриная и чуть-чуть курочки. Вот, у меня уже руки горят. Давай. Ладно. Все, приятно. Приятного аппетита. Ой, как нам будет сейчас вкусно вообще. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да. Смотри, какой салат вам я сделал. Ты еще не спешка? Да. Здесь у нас салат с уасями, с моим джиком. М-м-м-м. Голодно. Че-то пока я туда все приготовишь, прям сголодаешься. Вечер. Хочу своей аджичкой. Немножку. Спасибо, Плорин. М-м-м. Она такая ядренькая. А то у ван считается, в субанку сажала. Вычитай не ее. Давай ее. Турешкой. В общем, девушки, я все не ленивая жопа. Еще целый день ничего не готовила. Очень ленивая. Да. Давай уже накладывай, и все. М-м-м. М-м. М-м. Вкусно. Ну, картошка за 200 рублей, это, мне кажется, перебор. Я сейчас реально посмотрела, говорю, сколько эта кухня стоит. Кстати, 200 рублей. Если большую, упаковываешь картошки. Жесть. А там что мясо, что картошка, по одной тени. О, вкуснятина. М-м-м. Горошее вкуса. В общем, давай. Еще хорошее, что с нами было. Сначала мы даем, что было. Да. Болье как сюда, блин. До краю. Еле, еле не счет. Жадина. Жадность. Жадность. Жадность твоя, жадность. М-м-м. Вкусно. Неплохо, как сейчас. Сейчас как всегда. Ужин в ночи, ты потанцуй со мной. Так. Я вот думаю, что бы у нас еще такого сделать. Как косметический ремонт. Потому что, знаете, мне уже это спокойно не сидится. Я думаю, что бы еще такого подретушировать в нашей квартирке. Думаю, что в целых два дня ничего не делали. Надо обалдеть. М-м-м. Кстати, как вам? Май-туничка. Вот любимый Василечка. Сразу одела. А вам надо майк каких-нибудь обновить. А то у него вот эта майка уже самая любимая. Революция. Она уже какая-то такая поддерганная, я бы сказала. А ты майк какой-нибудь обновить. В следующий раз тебе будем заказывать. А то что-то в ванну уже два раза прокатили. Две распаковки, ему ничего не заказывают. Обижаешься, наверное, да? Вон. Или же тебе пофиг. Тебе пофигу? Главное, что кормить. Капец ты разговорчивый. Если человек поддерживает общение. А ты ничего не заказываешь. А, да-да-да. Рядно. Ну, конечно, жидно. Капец, вот знаете, вот с ним вот прям разговоры вести. Да. Милые дела. Задушевные. Угу. Он еще такой, жижки веет. Ну, что такое, вкусно. И так с мясом нормально. Если просто так ее есть. Островай так. Ну, там баночка осталась. Хочу сразу. Тут нини оставить. А то он, представляет, какие-то заготовки делает. На банках их хватает. А то на всем все раздает, а банки не возвращают. Так, надо больше всего раз, когда поедем, собрать ебану. У меня там всякие разные накопились. Вот. Для людей, которые занимаются заготовками, это прям вот хороший такой подарок. Очень. Чекак, нуляшчик попробовал? Лукшок. Ну что, по 69 рублей за 100 грамм. Обалдеть. Что тут есть-то? Ммм. Пахнет, кстати, неплохо. Нормально. Так, я дышу. Сейчас, бей. Брать? Чего ты смотришь? Чего? Спотела. На твою это покусилась, да? О, видите, жадина какая. Ммм. Горяча. Ммм. Сыра. Нормальная. 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 Самый вкусный настоящий шашлык. теперь раскусила рыбом одежку только под конец пошла в такая что и острая но нам принесли мясом эти булочки это это ржаные без дрожжевые я же фото сам все хочет попробовать все грязненько пить до слова только это тесноком и укропа луком джирана обалденно масло пахучем майонез ногу сыпать или деткам запей и котик нам они все найдете на криша все ударе все учет Вкусненькие, пока свеженькие, прям обалденно. А если моя, вот твоя целая булка. А если я не съем целую? А если съешь, знаешь, если съешь. Не надо к моей приставать. Возьми, я разломаю. Она такая вкусная, сейчас съешь. Она же какая-то сладкая. Не переживай. И немножко. Вдруг я его объем. Жадно? Говядина. М-м-м-м. Что будет просто, это нормальная. Сахечку. Будьте, ребята. Оформите. У нас все традиционно. Отечка. Все туда. Знаете, стабильность тоже признак хорошим. Подай то, подай сё. Это не я, а это ты. Даже ничего не делал. Силой мыслей. Двигаешь стол. Это манья. Это на ее руках. Знаете, еда, после определенного времени, она прям вот вкуснее становится. Она прям вот вкус другой становится. Вот тут мы встаем. Что-то как-то вот, вроде ешь, но особо аппетита нету. А вечером, вот, блин, все, что не приколочено. Ты ешь, 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 и я знаю, что-нибудь. Будешь, как-то вкусно, да? А прям вкусно. В общем-то, нечестно. В общем-то, что-то вкусно. Ой, ковид. Про ковид, по-моему, сейчас уже все забыли. Это уже никому не интересно. Уже, знаете, я думала, никогда не закончится. Закончилось. У меня там маски еще остались. Я думаю, выкину, хочу что-нибудь. Я такие красивые, знаете, масло покупала. Порезонные. Из-за бисера. Они такие, знаете, дыряньки. У меня прям лежат непочатые. Какие только не покупали. И такие-сякие. Вау, какими клапанами покупал. Сколько денег они сделали на этих масках? То есть. За три года. Ага. На вакцинах. Золотое дно. Просто золотое. Я помню, в самолеты садились. И вот там они залупились вместе с этим масками. Оденьте обязательно. Чуть-чуть спустил. Просто вот до сюда вот спустил в нос. Уже идут. Натяните на нос. Чуть-чуть как-то не особо помогал. А сейчас, знаете, опять человеку увидишь в маске уже как-то. А раньше я прям нормально воспринимала. А сейчас вот уже опять дикость. Ой, помню, времена были. Когда, помнишь, на покровке-то вообще никого не было. Гоняли, ходили патрули. Никого на покровку не покупали. Вообще жесть. Из-за такого не ходила. А сейчас. Род гуляет. Все все забыли уже. Все все забыли. В магазине еще ходят одевать некоторые. Да. Нет, причем, знаете, вот это на самом пожилые. Да. На самом как они ее одевают? Нос-то единственный открыт. По-моему, для галочки. Они, я не знаю, зачем ночь. Здесь просто так легче надо. Там, помню, одна бабулька возмущалась, что кассир без маски. Ему с тобой, да, отстань, ты все нормально, все. Типа, как все люди хотят, так выходит. Типа, мы с тобой в масках-то эту. Я так понимаю, что она уже продавила с этой маской. Ну, как бы не особо хотел. Нет, просто некоторые считают, что нужно носить до сих пор маску. Потому что коронавирус, типа, никуда не делся. Да, он... Не, ну, на самом деле, конечно, никуда не делся. Ну, он же просто пришел в раз... Ну, грипп, понимаешь, он всю жизнь был. Ну, все же не ходят туда. Грипп, грипп, грипп. Есть такие люди. Только фишка в том, что они заблинбоват на вся маску, что заблинбоват на вся маску, что заблинкрывать-то нужно как раз не бен рот, а нос больше. Потому что нос у нас всегда открытый, слабонный доступ. И вообще, насчет масок, понимаешь, они больше тем людям, которые именно болеют. То есть, когда они, например, чихают, кашляют, чтобы вот их не взлетал с в одну сторону. В том-то и дело, что заблинкрывать-то нужно нос. Да. А не рот. Угу. Основные бактерии уходятся в носу. Да. И оседает там же. Так что рот у нас... Ты же не хочешь открыть рот? Что нету, Лата? Нету. Угу. Ну, знаете, как говорится, мы это пережили и другое переживем. Люди ко всему приспосабливаются. Реально, как всему. Официальная сатанинская церковь в Америке, лишь. Угу. Ну, что? Судя. Сейчас в такое время, знаешь, каждый это... Каждый в меру своих тараканов. У каждого свои тараканы, понимаешь? Угу. Особые. Я не помню, да. Мужик-то приходил в костюме крысы, что... В суд. И требовал, чтобы ему разрешили преподавать в университете в костюме крысы. Потому что он себя воспринимает ему так. Видите? Капец. Знаете, вот смотришь всякие тиктоки. Там. Ну, тиктоки там, шорты тогда. Одна фигня. Пока. Вот, в Америке все охрененно. В Америке все супер. А вот у нас, типа, в России было все хреново. Знаете? Мне очень нравится вот этот блокер. Вася. Ну-ка. Слушай. Вася. Василиев. Ребята. А, как там? Ну, короче, сейчас вы думаете. Ну, короче, не верно. Я говорю. Вот я раньше тоже, знаете, думал так же. Вот я приеду в Америку, там все охрененно. Типа, мы еду из нашей, там, фигни. Вот. Ну, да. Типа, любит говорить, что любой кассир в Макдональдсе может себе за месяц работать на айфон. Да. Там легко купить, там, за две недели. Но, вы забывайте, медицина дорогая, жилье дорогое. Все вот эти вот базовые ценности, которые у нас даются, в принципе, бесплатно, там стоят очень больших денег. Ну, то, что у нас есть, как бы так. Ну, смотри. Если тебе будет плохо, тебя уже, либо, кстати, доставить в больницу. Сделайте операцию. Понимаешь? Тебе потом счет-то не предъявит. Какую? Ну, какую-то вот, например, экстренно. А в Америке у тебя там это? Если аппендицит, да. У тебя сейчас спросят, если у тебя страховка, скорая. Если у тебя страховки нету, он скажет, выгрузит тебя, и скажет. Ну, там, да. Нет, на другой стороне, страховку даже любому человеку. Глодовой. Любому человеку уже дают. Даже не работающему. Где? Страховка не работает, и все. Медицинская. Вот, в Америке ты ее должен получить. А у нас? Медицинскую страховку дали. Да, дали только тем, кто работает. А у нас? Любой человек может получить. Просто по факту рождения. По поводу безнаработающей, там какая-то страховка есть. Но она идет как сенциальная. Там очень мало выделяется. Нет, просто, знаете, на самом деле, вот всегда такое ощущение, что вот там, оно лучше, чем у нас тут. Это только здесь глядится, что там лучше. Да, 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 да. Но на самом деле, понимаете, у каждого есть свои проблемы. То есть там свои проблемы, у нас свои проблемы. А вообще, я считаю, что где родился, там пригодился. Как-то крути. И можно сколько угодно там как-то критиковать, там, не знаю. Там туда-сюда. Да, ну, вот мы живем, не знаю, я спокойно, я дышу спокойно, живу спокойно. Мези хорошо. Потому что я, можно сказать, хочу за нас. За нашу бесплатную убийцу. Сдохнуть не добрую слабых. Хотя вопрос, конечно, тоже имеется. Да. Коснов далеко все до идеала. Но можно, собственно, жить. Как говоришь, что в России хорошо зарабатывать. Там хорошо тратить деньги. Во-первых, там не сможете найти работу. Я смогу. На работу тебе нужно получить грин-карту. И там, видите, хрен получит. А чтобы ее получить, нужно сдать экзамен. Да. Да. Там еще нужно очень долго прожить. Нужно прожить и сдать экзамен. На знание истории и язык. Угу. Ну, опять же, забываешь о том, что как только узнают, что ты русский или там еще кто-то, да, а не американец, то тебе дадут только самую бесплатную. Я делаю хрен, что ты не американец. Если ты получаешь визу, ты что, не могу купить вывести? Да, что ты. Не, мне, конечно, было бы интересно на самом деле там побывать. Просто, знаете, посмотреть, может быть, пожить. Ну, например, знаете, я грызила Таиланда. Прям как я хотела. Прям вот зимовку, прям пожить там туда-сюда. Вот мне месяца хватило разобраться, чего там и как. Ну, честно, месяца хватило. Вот просто когда ты приезжаешь с туристом, когда в отеле завтракаешь, у тебя там убирать кровать, туда-сюда, все, ты уже все. Это одно. А как-то приезжаешь именно, как это, прям пожить, совершенно все по-другому. То есть ты сталкиваешься с определенными заботами, проблемами, и прочим, прочим, прочим. И уже понимаешь, на, тебе, помо, или нет. И все вот эти, вы знаете, фантазии, когда ты жил в отеле, и все это было хорошо, ты его умеешь, все так же и будет. Ага, сейчас два. А если, не дай бог, ты там еще заболеешь, о-о-о. А ты тебе в этом не поможешь. Да. Вот ты все сам. Угу. Тебе нужно звонить, сделать кучу звонков, чтобы тебя приехали и забрали. Язык ты не знаешь. Везет такси, поставил, как тебя одобрят, ты скажешь, в какой госпитале ехать, называешь такси и едешь в госпитале. А если не дай бог, сколько там было истории, когда застревает я там, помнишь, что это так? Нет. Просто, на такой там счет потом выставляли. Капец. Ну, страховки не дляхватал, скажем. Да. Это в основном, кто попадал в ДТП. В ДТП там сейчас попасть легко. Угу. Даже большинство людей именно страдает от того, что попадает в ДТП именно либо на мотобайке, либо на мотоцикле. Так что, не знаю. Мне лично... Хорошо у вас. Я с удовольствием буду ездить отдыхать. Ну, правило так, чтобы вот уехать. Я люблю свою квартиру, я люблю свой город. Даже, знаете, я не стремлюсь прям в Москву. У него там нечего делать. Мне нравится наш небольшой. Это хотя небольшой, большой, достаточно на скором-то. Многие, наоборот, к нам приезжают жить. Вот у нас и центр, и все, что хочешь. Были бы деньги, знаете, мне кажется, в любой месте будет хорошо. В Леве и целуемся. Пока. Пока. Продолжение следует...